развлекаться ну давай раз ты так настаиваешь на раз ты ставишь ты этого хочешь ты этого и получишь да что могут быть за развлечения и шутки понимаешь ли во время перестроек революций в конструктивистский период так сказать как говорили классики любом случае в эпоху перемен как минимум похода которая слава богу уж не заканчивается последний ты сказать лет 30 того и больше ты то есть ты не считаешь времена александра григорьевича вот эти 26 лет эпоха язык ее назовут в будущем потомки знаю александрийская эпоха или эпоха лукашизма как она будет называться господи лукашизма нет это можно назвать эпохой преждевременного старения до или временного и медленного развития либо проще еще правильнее наверно это становление белорусской государственности потому что после советского союза государственности не было было две концепции 1 возникает со товарищей а вторая концепция собственно александра григорьевича которая кстати большинство населения было понятно и ясна да это такой почти советский союз до в рамках своего суверенного государства а и большинство людей собственно длительное время это выбирали поддерживали платили налоги создавали систему государственную аппарат государственный соответственно собственно деньги с их налогов шли на содержание милиции кгб других государственных органов и потом неожиданно спустя там 23 ли сколько-то 24 года не проснулись в потном взбудораженном состоянии поняли что деньги уходили не туда и где-то хотели видеть почему-то а вот после этого невероятно они расстроились органы государственные тоже расстроились и все друг друга дачи жестоко за это доказывать потому что знаешь это как супруги которые жили очень-очень долго блога и счастлива и поутру проснулись у них случился у обоих inside прости господи до просветление они посмотрели друг друга и поняли что они друг друга не то что не удовлетворяют они а возмутительно плохо относятся друг другу и закончилось это сказать семейным насилием да к сожалению а вот здесь почти такая же ситуация получается у нас приблизительно при том что на самом деле право на насилие только у одного супруга только собственно он и насильничает но я другие тоже ведь смотри обрати внимание мы можем здесь как бы провести параллель до мужчин и женщин естественно в соединенных штатах америки в других цивилизованных странах право на насилие бит только женщин то есть первоначально может что-то сделать мужчина до потом за все же самое отвечает особенно перед судом общественности и так далее а здесь ситуация другая еще психологическое насилие которое порой бывает более жестким чем насилие физическое а вот и далее как минут 7 назад я посмотрел объявления которые активно распространяется в социальных сетях был какой-то в работе к мчс или каких там служб района нам фрудинского мужичонка которые снимала флаги до которые развесили граждане вот нашли что у него есть уж там любовница все это запостили призвали к семейной верности таким образом видимо разрушили человеку семью или какие-то отношения и так далее и того подобное то есть смотри есть вариант открытого насилия когда я беру там дубинал и иду там как говорится бесить всех второй вариант такой очень добрый домашний хороший когда приходят все соседки к жене надо включая ее маму и говоря слушает там дорогуша а вот твой-то козел то изменяет как и сдала не видела где-то вот здесь сетях и адресок на пропечатали фоточку и так далее а вот такие рады тогда лечится долго или делишься вообще да а поэтому формы воздействия доселе могут быть разные в обществе плос плохо когда все настроены на негатив на противостояние ну и главное когда это в общем то все вызывает а государство или те люди которые наоборот должны служить объединению консолидации общества все получается наоборот жаре ну погрустили хорошо погрустили мы по поводу того что происходит все таки как бы ты эту эпоху уходящую лукашенковскую назвал одним словом потому что ну знаешь эпоха становления белорусской государственности это такое длинное так люди не будут называть это понимаешь такие-то длинные такие слова лукашизм ну да согласен ты знаешь во-первых и идеологии такой нет лукашизма и метро ну как-то просто но это да это кстати обрати внимание да никаких памятников александру григорьевичу стране нету ни одного да а вот как есть там туркмед баши есть там не знаю музей там путина и так далее вот музеев допустим лукашенко при школе дед не удивишься разве в школе ничего там нету в этой в александрине где он слушает у там один какой-то такой маленький совсем маленький музейчик суши и тот и у нас а в другом районе это такая мелочь что я даже говорить не буду отчет трампа нету что ли музея в сша даем или там его товарищи по республиканской партии их накрепали куча плюс там в америка должна быть великой сериал да не так суши это просто есть политика государственная и есть решение отдельных людей вот ты как говорится захотел как черед там не знаю или как участник или за как работник извините какой-то администрации открыть музей кому-то тебе же не обязательно президенту обращаться ты можешь открыть и тихонько ходить в этот музей темными ночами становиться на колени молиться целовать там изображение любимого лидера и так далее но это не обязательно что лидеру это нравится леда то идициировал ты это сделал по собственному так сказать а позыву сердца жопа лиза до которому нравится вот подобные идолопоклонничество то есть это все происходит на самом деле на таком добром а лично стом уровне скажем так еще интересно когда вообще в белару через сколько примерно лет в беларуси может начаться ностальгия по временам лукашенко вы знаешь как до сих пор в аргентине есть пиранисты в испании есть франкисты наверняка будет будет и в беларуси это стопудово а могу сказать сразу это произойдет это через полгода через шесть-семь месяцев когда как придут опытные менеджеры почему потому что большинство этих людей которые выходят которые действительно наверное хотят жить как-то по-другому расстанутся со своей госработой потому что большинство госпредприятий не просто нерентабельны они будут закрыты и предложат какие-нибудь эфемерные народно-европейско цивилизованные в кавычках программы по перемене собственной квалификации обучение по другим по специальностям как правило люди пожилые после 40 даже после 30 лет им тяжело переучиваться просто они в эти программы не уложатся и помнишь как была конверсия ли как-то называлась до время перестра конверсия до закрыли массу заводов и большинство этих рабочих там самом деле не переучивались и они не получили новой специальности не просто сбухались и сдохли до под заборами поэтому миллионы людей в стране умерли просто для себя не нашли плюс какие-то люди более ловко и не смогут наняться гастарбайтерами в другие близлежащие страны чтобы каким-то образом снабжать деньгами продуктами своей семьи а вот эта система госраспределения которая существует она позволяет неэффективным предприятиям неэффективным и малоквалифицированным работникам кое в беларуси 70 процентов вообще существовать потому что эти сфера до занимает процентов 20-30 сейчас уже начался отток украинцы говорят что около 4000 человек из беларуси айтишников уже выехали на украину литовцы организуют специальный по примеру беларуси парк высоких технологий тоже делают латыши для того чтобы вывести и получить собственно квалифицированные кадры заработать денег здесь нету никакой помощи гуманитарной беларусам либо сострадание какого-то там не за гражданскому обществу а просто желание подзаработать бабок то есть как говорится богатиться до беде близлежащего мильное серебро расхватывают только в путь очень быстро только в путь да кстати на украину уехал один из беларусов которые занимались созданием как я забыл фамилию не могу припомнить сейчас тут не важно парков высоких технологий быстренько ребята на украине сколотили комитет по высоким технологиям где уж готовы принять всех до самых хороших условиях а то же самое россии кстати касается путин должен подписать указ о высоких технологиях где будет снижена собственно а уставка налогообложения даже несколько ну во-первых сколково понятно в татарстане есть парк высоких технологий забыл как он называет этом даже был говорят еще условия будут улучшены как-то это неожиданно совпало в общем-то с этой белорусской истории где многие айтишники кстати задействованы к сожалению вчера было арестовано несколько моих знакомых хороших друзей да привет всем зрителям и слушателям потому что мы опять до центра нашего выпуска дойдем вы видите и слышите альбертыча стефаныча это значит что в эфире шоу пикейных жилетов альбертыч и стефаныч клевещут и видите мы опять практически в прямом эфире освещаем то что происходит потому что если раньше мы готовились всю неделю собирали темы то сейчас мы каждое утро просыпаемся и что-то новое происходит вот стефаныч начал говорить про задержание у нас интересная перекличка с прошлым выпуском советский был классный советский фильм да это была такая фраза до вставлены скорее всего уже создатели бесценария это причине шерлока холмса и доктора ватсона с этого момента приключения шерлока холмса и доктора ватсона становятся смертельно опасными в общем в прошлом выпуске вот с этого момента да в прошлом выпуске если вы помните не пускали митрополита католического белоруссии кондрусевича в беларусь теперь новое развитие событий теперь органы власти так называемые теперь вывозят начинают вывозить людей из беларуси те которые мне нравятся но это конечно это намного лучше чем если их находят по лесам повешенными это стопудово но сам факт или ввозят понимаешь лучше чем ввозят посмотри русские русские власти ввозят людей в россию белорусы вывозят то есть понимаете это уже переизбыток вот когда русские власти ввозят средней азии там вообще отовсюду а людей это признак того что понимаете ли что-то не хватает дефицит значит что-то не то а в беларуси значит наоборот все хорошо все людей вывозят у нас переизбыток людей поэтому их решили вывозить просто сначала была вывезена ольга ковалькова я не помню чем вам она глава штаба тихановской если я ничего не путаю причина пропала пропала потом она нашлась в польше потому что как она рассказывала довезли до белорусской границы и заставили перейти границу вчера буквально пропала обратите внимание не переплыть через бук а просто перейти да в самом деле да это такая политика вывозят отлавливают людей это страшно очень люди без в машинах без опознавательных знаков и везут на границу кстати это все граждане беларуси до выгоняют вывезли несколько человек детали вчера словили сегодня ночью пытались это были главы координационного совета Родненков, Кравцов и вот эта вот женщина Колесникова которая фотографию показывала да Маша Колесникова да не буду не буду а лично потому что знаю с 90-х годов то человек то есть по крайней мере встречался один раз потом в рамках всяческих акций которые я отменил кстати это были художественные это ровно год назад было фактически это отдельный разговор о профессиональных качествах этого человека лучше не будем да о людях которые занимаются политикой ну там никак в любом случае никак профессионализм никакой да был скажем организации которая руководила меня пригласили немцы делать культурные акции я отказался сотрудничать год назад это было никакой политики еще не было я просто люблю не люблю жутко непрофессиональных людей которые не умеют ничего делать ну бог с ним вернемся к ее политической деятельности здесь ее значит довезли в этот раз до границы подожди подожди Стефанович надо в начале сказать что ее конкретно подъехал есть даже видео заснято подъехал микроавтобус к национальному художественному музею Беларусь это практически центр это вот ну это центр там люди опять же без формы милицизм ничего схватили засунули в автобус неправда была написана на микроавтобусе связь связь точно понимаешь на самом микроавтобусе была написана связь то есть была какая-то с чем-то связь да вот эти то есть как только да увидел надпись связь то есть ты должен понять что с чем это связано понимаешь то есть это такой это белорусские ребусы такие это эзотерическая загадка это просто надо да это алхимический такой опыт как только ты видишь надпись связь то ты должен понять что с чем то это связано да и лучше убежать ну как правило лучше не бегать, потому что, когда много людей ловят, то могут словить достаточно быстро. Особенно, если они специально обучены. Так как ее внешность уже в Беларуси примелькалась, то люди, находившиеся рядом, уже сообщили в штаб, что она была задержана. Подумали, что задержана. Штаб оппозиции начал звонить в милицию и так далее. Им там сообщили, не знаю, у нас ничего такого нету. Сиди наших не проходит. И в районе 12 часов не было понятно, где она находится. Оказалось, там еще собрали каких-то ребят из Координационного Совета Родненкова и Кравцова. Вывезли к границе с Украиной. Обрати внимание, экономно. То есть, чтобы не гонять микроавтобус по 10 раз. Понимаешь, потому что одного завези, выбрось. Второго завези. Собрать побольше людей и сразу вывезти на границу, поставить, дать пинка под зад, чтобы не гонять зря технику. Вообще, можно это возить сразу большими автобусами. Да, да. Это бизнес можно устроить. А зачем никакого бизнеса? Бизнес заключается в том, чтобы как можно меньше гонять транспорт. Да, туда-сюда. Вот. Значит, кстати, всех ребят дали пинка. Все пошли ровно в Украину. Колесникова одна поступила неординарно. Такое случается с эмоциональными людьми. Она взяла, порвала паспорт, пришла обратно на родину, сказала, а я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Вот. Чем напрягла, конечно, работников и таможни, и силовых структур, потому что они вообще не рассчитывали, что кто-то будет сюда возвращаться. Пришлось как-то ее принять. Сидит она, насколько, в возыском по гранотряде. Хорошо это тем, что это не окрестина и не изолятор КГБ. То есть, там сидят люди, которые нарушили границу, всяческие такие, левые всякие бигранты. И тогда могут попадаться мелкие такие, не знаю, нарушители, границы. То есть, в принципе, я представляю, человек это активный, мозг она там уже всем вынесла в этом таможенном пункте, включая охранников там из бинтовки, КГБ, и кто это там охраняет. Что с ней делать дальше? Это очень интересная вообще история. Она вообще молодец в этой ситуации, что она не артистная, ординарно повела себя, с чем поставила, в общем-то, почти, в общем-то, в тупик. С одной стороны, конечно, ее привезут, могут дать срок, какой-либо, да, и так далее, и тому подобное. Да, возвращаясь, кстати, к арестованным людям, это люди, которых я знал, это вчера арестован Константин Конопко, это известная история с кафе, где выбили двери дубинками, вытащили. И один из этих людей, это есть, статья на Тутбай, айтишник арестован, в кафе. Вот Костя Конопко, помимо того, что он айтишник, он занимался там программированием, созданием стартапов, он выиграл несколько весьма хороших конкурсов, у него были очень хорошие идеи, вообще, очень милый парень, хороший, интеллигентный, очень умный, который, кстати, не воспринимал, как что-то непоколебимое, вот эти все оппозиционные неоорганизации, он их критиковал, откуда я его знал? Я не занимаюсь айти, он был одним из создателей, он ему, по крайней мере, помогал очень много в создании серии подкастов «Минсктехно», посещал различные электронные концерты, вечеринки и так далее. Неоднократно я с ним общался, это очень приятный, честный, хороший человек. Недавно, кстати, у него родился ребенок, не у него, а у жены, естественно. И это, конечно, крайне неприятность. У него тоже, да, ну извините, как там правильно говорить, запутался, разволновался старик. Хотелось бы, чтобы он скорее вышел на свободу, это совершенно честный, открытый, очень хороший человек. Вот мне бы сказали прийти подписаться, взять там на поруки, еще что-то, я бы просто сорвался и сделал это сразу. Дальше второй человек, да, сразу. Я просто отмечу вот в данном моменте, что почему протесты в Беларуси, вот опять же, момент в том, что прилетает абсолютно всем людям, вот абсолютно из любой страты, из любого слоя общества, и как бы, например, Стефаныч плохо не относился к лидерам оппозиции, к тому, что происходит, но даже он, видите, готов, потому что у каждого из нас есть друзья. Момент очень важный, Константин давал интервью российским различным каналам, далее он делал различные видеообращения, и вот в этих событиях он, кстати, вел активную позицию, то есть, скажем, он был заметен. Вы можете посмотреть, вот этот человек, он был вот конкретно в этой ситуации он был активен, то есть, скажем, он привлекал к себе внимание. Второй человек, это мой очень старый знакомый, очень хороший знакомый из Витебска, это Максим Жуков, это человек, который долгое время организовал концерты, организовал мототранспорта, или там мотоциклов в музее в Витебске, он организовал и создал клуб Дитрих, масса-масса различных музыкальных ивентов, которые он курировал, были в Витебске. Помимо этого, у него был в свое время музыкальный лейбл, где он сдавал записи не только витебских музыкантов, но музыкантов из разных стран, там выходила, моя, кстати, если не ошибаюсь, точно помню, коллаборация с вокалистом группы Godstower, Лесли Найфом, это был индустриальный проект, подназваемый Айзар, это был лимитированный такой диск, компакт, еще что-то выходило. Как давно это было? Ну, неважно, неважно, то, что вчера я увидел во Фейсбуке, что меня везут в Октябрьский Рофф, он во второй раз уже арестован, он активно тоже в Витебске принимал участие в митингах, демонстрациях и так далее, вот, не знаю, чем там у него все закончилось, дай бог ему здоровья, очень много детей, он многодетный отец, дети и все его близкие, те люди, которые с ним работают в различных его проектах, в нем нуждаются. Это очень честный, открытый человек, честный, у него очень хороший художественный вкус и он тоже сейчас, к сожалению, находится в нелегких обстоятельствах. На прошлой пятнице, в прошлую пятницу я чудом избежал два раза, в общем-то, нападения, избиения со стороны, так сказать, представителей органов власти, так вышло, что... Слушай, ты просто сам по себе выглядишь уже протестно, уже как бы, вот ты идешь по улице... один раз мне повезло, что я приехал раньше времени, у меня есть такая дурацкая привычка приезжать вот там, не знаю, в начало, там, не знаю, работы в 13.30, а у меня есть привычка приехать в 13.10, посидеть на лавочке, полюбоваться на окружающую природу. Обратите внимание, ни в коем случае я не использую телефоны, я такой вот оонскульный дурак, который еще любит смотреть по сторонам, смотреть на людей, слушать феи птиц, но это бывает, это уже почти не осталось, многим просто непонятно, какой кайф в этом, но бывает, честно. Вот, и так вышло, разминулся я, собственно, представителями власти один раз, а второй раз я вышел позже и воспользовался запасным выходом, скажу честно. Позорно ретировался, убежал, поскольку спортом давно не занимаюсь, единоборствами не занимался лет 15-20, форму всякую утерял, поэтому тягаться с мальчиками 20-летними, которые целыми днями тренируются, при этом они вооружены, я не буду, вот скажу честно, не герой Советского Союза, вот, не буду этим заниматься, при этом у меня нет совершенно мазохистских наклонностей, то есть получить по горбу или по каким-то другим полезным частям тела и получить еще от этого удовольствие. Тоже такое бывает, вот, несмотря на общий либеральное настроение. по этому поводу, ты мне напомнил, кстати, у меня просто всю неделю как раз жена очень всем этим возмущается, как выпускница Минского государственного лингвистического университета, я немножко объясню нашим зрителям, многие, во многих студентах, нет, я хочу понять, по поводу что происходит, многие университеты, студенты многих университетов, мы в прошлом выпуске это обсуждали, повыходили на миссии, и они продолжаются, но в некоторых университетах, как, например, Минский государственный лингвистический университет, как это, не правители, как они называются, которые управляют университетом, руководство университета сделали очень дебильную вещь, они пустили этих тихарей, или как их назвать, они вызвали этих милиционеров, пустили внутрь университета и позволили забрать детей, студентов, задержать, понимаете, пустили внутрь университетов, прям на эту территорию не так развивалось? Альбертич, смотри, очень важный момент, смотри, тут действительно с тобой согласен, кто их вызвал, это отдельная история, вторая, пускать или не пускать, в любом государстве, если приезжают представители власти, если у них есть документы, это представители, не знаю, полиции, там, как в США, если приедет представители полиции, ФБР или еще кого-то, там не стоит вопрос, кого пускать или не пускать, они сами заходят, заходят... Нет, Стефаныч, в США, в университетах самоуправление, самоуправление... в любой стране, если приезжает ФБР, если есть угроза, как они говорят, национальной безопасности, они ложат всех лицов в землю, и вся эта история заканчивается, то есть самоуправление, все идет по боку, тоже касается в любой стране, посмотри, как, не знаю, в Австралии какой-нибудь дотком или каких-нибудь там пацанов задерживали, да, не в Австралии, извини, в Новой Зеландии, когда там частная собственность, охрана, все это идет по боку. Если есть желание власти, государства куда-то пройти, это на территории государства, все эти самоуправления, это все, это все ерунда. Замечательно, тут просто вопрос, вы на чьей стороне, то есть вы могли, понятно, что хорошо, пускай, вот ты говоришь, надо пропускать, но можно было и предупредить студентов, и как-то... Я на чьей стороне, я на стороне своей, когда я полтора года назад в разных университетах, в разных организациях активно всегда говорил об одном и том же, даже представителям Министерства образования, неоднократно о том, что нужно делать дискуссионные клубы со студентами, вообще прислушиваться к тому, что они говорят. А никогда на протяжении нескольких и многих лет никто к этому не прислушивался. И получилась ситуация, что единственным способом воспитания для этих людей осталось вызов милиции. Все. То есть, когда не ведется диалог, когда некому вести, нет интеллекта, нет желания с кем-то общаться, в конечном итоге все упирается в стену и в милицию. Все на этом. Это везде всегда таким же образом будет. Почему в США в любом университете, в любой школе есть совет? Причем, где совет, который назначила учительница по принципу, то хорошо себя ведет, а там реально люди, которые активисты, разные представители. Левые там, большинство, большинство и так далее. Они учат голосовать вообще с первых классов, и они там все голосуют, участвуют, выбирают свои советы, которым действительно присутствуются. Да. И получается иллюзия. То есть, смотри, собрались люди, проголосовали, каждый высказал свое мнение, разошлись, всем стало легче, всем стало хорошо. Да. Администрация приняла решение, которое им надо, и все разошлись. Да. Потому что там кворум, добрали, не добрали, но в итоге все разошлись, все хорошо. Но здесь есть, в Европе та же история, но тут есть очень важный клапан, да, который позволяет выпустить вот этот воздух, пар. А когда пар очень долго, годами накапливается, вот никуда не выпускают, тогда заканчивается все это взрывом. Да, вот ежесекундно, ежеминутно. Плюс, когда вот ко мне приходят там люди, которые с инициативой, говорят, слушайте, а как мне делать, что мне делать? Я говорю, попробуйте официально, с заявлением обратиться, попросить, что вот я хочу сделать, я хочу то, но на эти инициативы плюют, к ним отворачиваются спиной, их не слушают, этих людей. Кстати, их не слушают и до сих пор, при том, что происходит. это на государственном уровне. Перебью, я просто сейчас поставил видео, как раз, задержание внутри мглы, ну, это Минский государственный лингвистический университет, он так, мгла, мглу, согрешенную мгла все называют, вот, люди без какой-то формы, одетые в какие-то балаклавы, в обычную одежду, крутят студентов внутри собственного университета, вот, как, как вообще, руководители, они думают, что к ним потом люди, не потом, вот сейчас вообще, вообще это, как вы относитесь к своим студентам, вы даже не можете их защитить, это даже не милиция, понимаете, в форме, это вообще какие-то левые люди, вот я вижу там какой-то преподаватель подошел, пытается им сказать. Практически, ну вот практически, понимаешь, ты проблему отсутствия законности в государстве пытаешься принести до каких-то бабушек и дедушек, ну вот представь, деканы, которым по 70 лет, 80, они выйдут и будут что, с ними драться, как они их защитят, вот, мне техника непонятна. Хорошо, ты видел этот женский марш, когда девочки вешались на парней, чтобы их не забирали, точно так же, эта бабушка могла повеситься на эту студента, чтобы этот тихо... Ты знаешь, что бабушка может помереть после этого. Понятно, Стасан Ильич, я это все говорю, да, действительно, я же этого не делаю. Понимаешь, вот здесь есть частное и общее, вот ты говоришь о каких-то белочах, если есть общее неуважение, отсутствие закона, то могут бабушки, дедушки, могут с семьями, могут там с домашними животными вешаться, это ничего не поменяет, ты понимаешь? Да. Вот и все. Другое дело, что вызывать специально уже там никто ничего не будет, но я просто, в любой вуз, мы можем отстрагироваться от МГЛУ, но в любой другой вуз, любую организацию могут приехать люди и арестовывать кого угодно. при этом проблема в том, что в отличие от США, допустим, тут нет даже видимости закона, мы можем оперировать потом, обращаться к прокурорам и так далее, но это все по боку, никакого обжалования не будет, вот в чем проблема, понимаешь? То есть свою правоту доказать будет невозможно, вот вся проблема. Это понимаешь? Да, и все, вот в чем проблема. Вот есть как бы общая проблема, есть частности. Да, мы можем найти сейчас шестерок каких-то, да, обвинить их, зачмырить и так далее, но проблема-то в чем? Проблема не в этих шестерках. Это как история, да, ты знаешь, известная французская, я может уж рассказывал, и все знают этот пример, когда после того, когда ушли немцы, да, из Франции, нашли женщин, которые сожительствовали с фашистами, да, с немцами. Их побрили на лысо, их пустили по улицам, их били и плевали на них, и над ними издевались жутко. Да, причем издевались те мужчины, которые все время оккупации чистили ботинки и присмыкались перед немцами, перед фашистами, целовали им задницу. Да. Без того, чтобы взять в оружие в руки и противостоять. Вот здесь очень похожая ситуация. Часто находятся совершенно безобидных каких-то, не то что безобидных, ущербных людей, которых чмырят, чмырят. Вместо того, чтобы вообще предъявлять какие-то претензии системе самой. Следующее. бессилие, вот это вот, которое присутствует. Просто не надо позориться и быть такими, выглядеть такими бессильными, если людей действительно что-то возмущает, либо они чем-то жутко недовольны. Следующая история. Следующая, Стефаныч, смотри, помнишь, я не знаю, по-моему, мы говорили по этому поводу, есть такая IT-фирма PandaDoc, у нее глава Микита Микада, который, вот я даже его фоточку поставлю, о нем Дмитрий Дудь даже рассказывал в своем фильме про Кремниевую долину, это Беларусь, он в Кремниевой долине вот создал этот стартап PandaDoc, и он несколько недель назад опубликовал сообщение, что он готов помочь финансово тем милиционерам, которые решат уйти со службы, чтобы вот не участвовать в этих карательных операциях, он готов им финансово помочь и так далее, то есть это разошлось очень широко, он это подтверждал, и вот на этой неделе у него оказывается было представительство в Беларуси, и в это представительство пришли и задержали несколько, по-моему, четверых топ-менеджеров PandaDoc в Беларуси, там мы задержали бывшего моего, так сказать, знакомого, да, человек, который я учил когда-то, это Владислав Михалап, это очень приличный молодой человек, очень культурный, знаю его с очень-очень хорошей стороны, грамотный парень, он был там PH паблик, который занимается проект, по персоналу он там работал, за что его там задержали, не знаю, он один из задержанных, и людей, которые проходят по этому делу. Ими криминируют что-то хищение в размере 107 тысяч, то есть, это такой бред, коммерческая фирма, которая зарабатывает деньги на продаже приложений, хищение, это не важно, у меня тут вопрос, то есть, ты выступаешь против, ты из Беларуси, ты знаешь, как происходит в Беларуси, ты открыто предложил, выступил, как раз забрать тот инструмент карательный, на основе чего все держится, и ты даже не подумал о своих сотрудниках, которым явно, настолько для меня удивительно было, что кто-то из пандамок еще был в Беларуси. Для меня за счет удивительно, что все фирмы, да, что 125 фирм, которые зарегистрированы в США, и которые в данный момент работают, они даже не объявили забастовку, вот они как работали, так и работают. И американцы вообще после ареста людей, которые, в общем-то, работают на американские компании, они не объявили ни то, что санкции, они вообще никак не прореагировали. Причем эти люди, ну вообще, ну я не знаю, вот зная Владика этого Михалапа, ну такой милый парень, такой воспитанный, не знаю, ну все, что можно сказать хорошего о человеке, тут вообще ощущение, хорошо кто-то пошутил, что скоро не останется белорусов, в которых не было отсидки какой-то или привода. То есть, белорус, которого не арестовали, это уже как-то будет выглядеть неприлично, да, имеется ввиду так, с документами, по-серьезному. То есть, какое количество вообще людей здесь арестовывается, я просто знаю их личные качества, это одувальчики, не знаю, цветочки, милейшие люди, да, причем, обратите внимание, ведущие здоровый образ жизни, не имевшие никогда, и умилейшие, не имеющие никаких, там, не знаю, мотивов для совершения преступлений или еще что-то. Это милейшие люди, но честное слово. что их задержали для давления вот на этого Микадо, а вот теперь представьте, что к этому Микадо обратились уже какие-то милиционеры, точнее, он писал, что там сколько-то человек к нему обратилось, теперь задержали вот этих его топ-менеджеров, и ему просто сообщают, давай так, ты нам в списке кто к тебе обратился, а мы этих ребят выпускаем, и вот что ему решать? А? Оль, слушай, надо, во-первых, прежде чем принимать вообще решение, понимаешь? Так он подставил, я считаю, что он взял и подставил своих работников, получается, в Беларуси. Как это? Вот понимаешь, люди, как это? Альберт, а я тебе скажу, как? Люди не читают классику. Вот была классическая книжка советского, называлась «Советский диссидент», он вел программу на «Голос Америки» или, по-моему, в каком-то другом радиоканале, называлась она «С любовью ниоткуда». Там один герой, который переписывает, там они гуляют, там вообще любовная история, кстати, прочитайте, невероятно классная романтическая история, с таким налетом грусти, прекрасно написанная. Так вот, в книжке «С любовью ниоткуда» там есть герой один, он переписывает войну и мир с матами, да, вот у него такая вот захотелось переписать произведение Толстого с нецензурными выражениями и с такой переработкой. Вот там говорит историческую фразу «Не дрочите органы, а то они отвалятся». Вот, причем здесь как бы двойной смысл и очень глубокий. Вот Микадо, он начал дрочить органы, да, вот никто, в общем-то, ему не говорил, не просил эти органы дрочить, он их начал дрочить. Вот, органы, как говорится, отвалились, да, или отвалили, то есть, дело в том, что не трогая лихо, пока оно тихо. Я не знаю, почему Микадо решил вдруг таким образом изнутри разрушить систему правоохранительных органов в Беларуси, которую на протяжении там 25 лет создавали все налогоплательщики, которые жутко сейчас недовольны, платили налоги, на которые, в общем-то, создавалась это огромная, бесчеловечная, жесткая, страшная система. Я не знаю, почему он решил таким образом решить эту проблему, которая вообще создавалась долгие годы. Это, знаешь, вот есть хорошая фишка, да, у людей, которые обращаются в общество дадимных алкоголиков. Там одна из кем действует следующим образом. Там рисуют огромного такого же лоба, да, и рядом рисуют маленькую такую фигурку. И для того, чтобы как бы решить проблему, необязательно бороться, да, пока мал и слаб. Можно или обойти, или придумать какие-то другие способы, да, решения этой проблемы. Плюс там говорят очень хорошие вещи иногда, людям. Она заключается в том, я ни в коем случае, слава богу, меня уберег бог обращаться, но просто там проходил всяческие тренинги, учили там работать. Мне что-то вот сейчас вспомнилось, что если ты на протяжении 30 лет пил, да, вот в нашем случае 23 лет, ты пил, ты гулял, вот, не обращал внимания, и потом у тебя сложилась зависимость, которая мешает тебе жить, ты должен понять, что за 2-3 дня ты не решишь, ты должен пройти долгий путь, который позволит тебя от этой зависимости избавиться. Это касается любой зависимости, наркомании, ожирения, еще чего-то. Игромания. Если ты чего хочешь, если ты потратил долгие годы на то, чтобы создать эту зависимость, не только годы, но и деньги, ты должен пройти пока такой же путь. Люди, к сожалению, любят чудеса, поэтому многие покупаются на кодировке. Глазки закрыл, деньги заплатил, встал и ушел здоровым человеком. Да почти так никогда не бывает, к сожалению. То же самое с обществом. Нам кажется, что мы 23 года платили деньги, создавали это и сейчас за два дня избавимся. Обществу вообще для того, чтобы выздороветь, нужно пройти очень долгий путь, для того, чтобы от этого избавиться. А люди думают, что небольшой performance, веселье за два-три дня избавят от того, что накапливалось годами. Так не бывает, дорогие мои. Хотелось бы, но чудес не бывает. Как поют песню, там, не знаю, три черапахи, где есть там слова, сюрпризов не будет. Вот сюрпризов не будет, к сожалению. И это нужно понимать. Кстати, многие люди очень обижаются на это. Они считают, что от факта того, что они наконец очнулись, реальность изменится. От ваших, собственно, переживаний, от вашего мнения никак окружающие, к сожалению, не поменяются. Потому что это складывалось годами. И если вы хотите, то вы должны пройти такой же тяжелый путь избавления от этого, изменения своего сознания в первую очередь. И с этим ничего не поделаешь. Кстати, была, я тебе высылал там прекрасная статья из немецкого журнала. где оказалось, что все оружие и оборудование, очень многое, по крайней мере, оборудование белорусских правоохранителей было куплено в Германии. И произведено в Германии. Немцы быстренько от этого отказались, сказали, ну, собственно, докажите, но даже они такого не говорили. То есть, на самом деле, обратите внимание, да, при этом Германия, обратите внимание, вышла с инициативой не вносить нашего президента в список личностей санкционных. А вот это милое, хорошее отношение, когда страна с одной стороны выступает за демократию, там, либеральные ценности, а с другой стороны долгие годы продавало оружие режиму, который, ну, уже тогда имел, так сказать, ну, на мой взгляд... Душок имел. Ну, знаешь, душок был уже нехороший уже долгие годы. Уже пахло. Но при этом, да, желание заработать баблище, да, любым способом. Вот здесь очень хороший пример вот этой двойственности так называемого, да, западного истеблишмента и так называемой вот этой капиталистической системы. Какое-нибудь хлипкое заявление о том, что, вы знаете, бить и издеваться, и насиловать людей вообще нехорошо. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что просто в западных странах в некотором смысле появилась усталость вот от этого прогрессорства, как термин из книг Стругацких, то есть они много в каких странах пытались провести демократические революции, помогали как минимум, и это ни к чему хорошему там не приводило в итоге. То есть действительно люди внутри своей страны должны сами к этому приходить, потому что когда извне это навязывается, вот какой-то что бы это хорошее не было, ну и естественно лучшая книга по этому поводу, самая понятная трудно быть богом Стругацких, почитайте, то постепенно это вот усталость, и видимо они решили, да ну вас всех хотите в говне жить, пожалуйста, кто мы такие, чтобы вам мешать. Тут 3-4 часа назад Лукашенко интервью давал российским СМИ. Ты открыл, да, приехали русские журналисты, Евгений Рожков, Роман Бабаян и Маргарита Симоньян, вот тяжело читать русские фамилии, вот, последнее время. Маргарита Симоньян это одна из... которая про Шпиль, это хит был, это просто я... Вы помните, когда там новичком отравили там, собственно, Скрипалей? Я тебе последнее скажу, ее последнее высказание про Беларусь это то, что у Тихановска IQ-89, например, чтобы ты понимал, кто это. Не, ну, слушай, я ждал других хитов наподобие Шпиля, Симоньян, но пока не вижу. Она работает в Russia Today, но это человек, который, ну, знаете, вот есть журналисты, которые там десятками лет работали в ТАСТу, такие хиты или там в каких-то других, не знаю, агентствах информационных, им не удавались такие хиты, как Маргарите удалось, в общем-то, с этим Шпилем, это, понимаете, это и фрейдизм, да, это и разоблачение людей, которые, если бы не появлялись, никто бы вообще, ну, до конца и не поверил, непонятно было, спецслужб это агенты или нет. И вот этот вот мужчина вокруг Шпиля, который вдвоем едут, чтобы посмотреть на этот фаллический символ, это просто, ну, это хит, это, ну, это невероятная вещь. Ну, я понимаю, что вечно хиты выдавать нельзя, но вот здесь что-то у него хитов, пока нету хитовых вещей, вот таких, явно, которые вот на века, да, вот человек что-то там сделал, и вот это на долгие-долгие годы определяет его имидж или имидж каких-то других людей, да, вот здесь пока я такого не вижу. Пожалуйста. Так вот, главный вопрос, который был задан Александру Григорьевичу, почему он не может уйти в отставку? Его ответ, цитата. Ты же не хочет? Цитата. Да, пожалуйста. Я четверть века обустраивал Беларусь, просто так все это не брошу, к тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать. В общем-то, как мы говорили давным-давно, полгода назад, что он все сделал себе для жизни в Беларуси, и он это не оставит. Ну, при том, что, конечно, он обустраивал Беларусь, это, знаете, такое, а все там 9,5 миллионов, которые живут в Беларуси, это такие, знаете, даже не легофрены, а как это сказать, беспомощные, беспомощные дети, которые вот, открыв рот, лежали, а Александр Григорьевич ему как вот это мама-птичка в клювик клала червячочки и строила им гнездышки, чтобы они там жили. Слушай, вот ты неправильно понимаешь, если вот так у нас тут уже пошло, смотри, совершенно неправильная ситуация, потому что, смотри, все работали, но обустроил жизнь себе один. Понимаешь, работать и обустроить это две разных вещи. Да, потому что работали все. Стоят белорусы, теперь дом строят, да, и вместо кирпича пытаются наверх там картон приладить, подходит Александр Григорьевич, говорит, слушай, ну что ты делаешь, вот возьми кирпич, вот строй дом, идет дальше, шьют одежду, шьют вместо хлопка берут капустные листья, сшивают, говорит, ребята, что вы делаете, не из этого же одежда, вот смотрите, и сам начинает шить, пока они такие, а, да, Александр, хорошо, будем так делать. И вот так, и вот так, собственно, за 24 года он прошел по всем местам, там, осенизатором объяснил, как навозные ямы вывозить, объяснил, кстати осенизатор, ну слушай, ты не в курсе, у него Качанова, это профессиональный осенизатор, осенизатор, да, профессиональный осенизатор, она работала в этой конторе, она знает, как это делать, кстати. Я, кстати, к осенизатору очень хорошо отношусь, и я считаю, что осенизаторы очень сложная работа, конечно, непрестижная, интересная, я бы даже с удовольствием говновоз какой-нибудь повозил, это просто, знаешь, для усмирения гордыни в некотором смысле, это я так, для примера привел. У тебя много открытий еще ждет тебя в жизни, видишь, ты еще как в детстве, знаешь, дети хотели бы кем-то работать, для обнести неожиданную, пожарным, говновозом, еще кем-то, знаешь, еще много-много открытий, вот, жизнь, такая она огромна, на самом деле, если ее правильно использовать, для того, чтобы открывать что-то новое. Давай к следующему, мы уже приблизились, к тому, чтобы помимо Беларуси. Он еще, на Гавайи, нет, подожди, у нас, ну как, блин, у нас происходят такие, опять, он объяснил, откуда протест, значит, протесты в Беларуси, это цитата Александра Григорьевича, протесты в Беларуси направляют американцы через Чехию и Польшу, именно они стоят за всеми этими телеграм-каналами, ну собственно и за нашим шоу Альбертович Стефанович Клевеевичу стоят американцы, вы сами понимаете, я нахожусь в США, к сожалению, не так много нам платят, прямо скажем, нам не платят, не платят вообще, мы честно на этих, на общественных началах, блин, тут тусим. Ну поскольку не платят, видишь, да, можно каркать. Какая главная цель дестабилизации в Беларуси? Главная цель Россия. Но вот Александр Григорьевич представляет, что есть и внутренние причины для недовольства, знаете, как я, потому что в стране сформировался небольшой класс буржуйчиков, которые хотят захватить власть, то есть это у нас такая буржуазная революция происходит, оказывается, внезапно. Оказывается, он, кстати, согласен. Я тоже согласен, потому что тот небольшой класс буржуйчиков, это как раз и есть Александр Григорьевич, и все, кто вокруг него находится. Нет, нет, нет. Это класс бюрократов. Любые недовольства, вот смотри, вспомнить марксистские, действительно гениальные вещи. Это противоречие между производственными силами и производственными отношениями. Отношения в нашей стране остались советские. Силы, те люди, которые их представляют, обратите внимание, зачинателями всех протестов являлись представители всяческих IT-компунктов, компаний, бизнесов и так далее. Их конкретно не устраивали те условия, игры, которые предлагает государство. Они уже давно, два, три, не знаю, лет десять назад вошли в конфликт с теми отношениями, которые есть. И вот конфликт этих отношений вызвал те события, которые существуют сейчас. Возвращаясь к тому, что я раньше говорил, это можно было обсуждать, можно было менять законодательство, можно было, не знаю, создать прогрессивное правительство, какой-то период времени оно было, которое бы делало изменения в стране. Но проблема в том, что вот этот огромный массив, баланс вот этих госпредприятий, тех людей, которые живут за счет налогов, которые платят меньшинство, он всегда перевешивал. И правительство, и конкретно президенты, они всегда боялись того, что вот эти люди, а это и есть электорат, который поддерживает, до сих пор, кстати, многие, очень многие люди поддерживают существующую власть. Кстати, он всегда, очень важно было, чтобы был этот электорат доволен. За счет того, что вот это меньшинство ущемлялось с помощью налогов, поборов и так далее. Вот эти отношения, они вступили в конфликт, а Александр Григорьевич учил лиреизм, марксизм, и он совершенно правильно понимает ситуацию. Отдельный вопрос, почему он не изменил эту ситуацию? Что мешало вообще произвести какие-то изменения, хотя бы даже косметические или длительные, которые бы позволили чуть-чуть изменить и модернизировать систему? Ничего. Как я и говорил, мы практически в прямом эфире мониторим эти все события, вот Александра Григорьевича во время этого же интервью спросили по поводу задержания Колесниковой на границе. Вот, послушайте, он ответил, что в курсе этой ситуации, дальше цитата, она действительно хотела убежать на Украину, потому что у нее там есть сестра. И дальше он добавил, что он как пограничник, ну он служил, когда в армии служил, он на границе был, пограничник считает, что ее задержали правильно. То есть, послушайте, она так хотела убежать, что аж паспорт порвала от желания. Да, Альбертович, давай мы обождем, да, это понятно, давайте обождем точной информацией, потому что сейчас информацию собирают обе стороны, да и государственные, но вы понимаете, что человека поймали в центре города, посадили в микроавтобус, увезли на границу, пытались ногой под зад, а президент страны, то есть, он не может остановиться всякую чушь говорить, то есть, самый главный революционер, как мы уже говорили, в Беларуси, это сам Александр Григорьевич, то есть, по-хорошему, ему бы сказали, слушай, посиди месяц, не высовывайся, не говори ничего, ты можешь это сделать? Он не может, он не может, к сожалению. Ну, понимаешь, да, еще очень важно обратить внимание, это по большому счету, в сравнении с тоталитарными государствами гуманность, да, белорусского режима, потому что этих бы людей в другой стране, да, в какой-нибудь там, не знаю, странах Ближнего, Дальнего Востока, или Латинской, подожди, Стефаныч, напомни, в каких странах, нет, у нас есть, например, Венесуэла, там что-то особо тоже никого не, сейчас, это, сейчас уже другое время, сейчас не бывает. Помни, что сделали с журналистом Хашоги, мальчики с университетским образованием в турецком посольстве, это журналист, саудовский журналист, который писал о Саудовской Аравии, честные статьи, можно на видео посмотреть, как его мочили, как его там убивали прямо в посольстве, люди из богатейшей страны, по, собственно, распоряжению одних из самых богатых людей мира, которые, кстати, очень дружны и любимы с Соединёнными Штатами Америки за те инвестиции, которые они делают в американскую экономику. А если это цивилизованный способ вообще доказания оппонентов, ну, тогда я развожу руками. И могу сказать, что с белорусскими позиционерами поступили просто гуманно и хорошо, их просто привезли до границы и выкинули. Но их не били, не убивали, просто в посольстве. Просто Александр Григорьевич ещё не самый богатый человек на планете и даже не близко к этому, поэтому, к сожалению, ему приходится двенадцать. Ты знаешь, много денег для этого не надо, для того, чтобы взять толпу жлобов, которые кого-то просто отколотят и убьют. Поэтому, ты знаешь, всё это условно, всё это очень условно. Главное, что запущен вот этот маятник брутального жестокого противостояния. И главное, что какой будет выход, пока я не вижу вообще, к сожалению, мне очень-очень-очень хотелось бы, чтобы состоялся какой-то самый плохой, самый кривой и нехороший диалог. Но диалога пока и намёков на это нет. И главное, желание вести диалога. Вот это очень плохо. Его спросили по поводу диалога. Он ответил, что с Координационным Советом Оппозиции я разговаривать не буду, потому что то, что они предлагают, это катастрофа. По мнению, значит, по мнению Лукашенко, что предлагает Координационный Совет? Это уничтожить заводы, разорвать все связи с Россией, сделать медицину и образование платным. Хотя Координационный Совет и мы вам, я вам постоянно это говорю, только про транзит власти, только провести нормальные выборы, чтобы пришли уже другие люди, которые будут в общем-то принимать какие-то законы. пришли другие люди, да. Хорошо, пришли другие люди. И что ты думаешь, оставаться будет бесплатным медицинское образование, что будут работать заводы? Ты имеешься в виду, что медицина и образование будут оставаться. и образование станут бесплатными? Нет, конечно. А я думаю, что и при Лукашенко этого не будет, в этом и проблема, понимаете? То есть, Лукашенко уже не может это держать бесплатным. Уже убыточные предприятия у нас каждый месяц по полтора миллиарда долларов ухается в бездну. Это и при Лукашенко не будет, вот в этом и прикол. Альбертович, ты вообще, Альбертович, ты в курсе вообще, сколько, какой долг у Соединенных Штатов Америки? Сколько у них ухается в долг? Слушай, Стефаныч, ты опять начинаешь вот эти... Нет, есть страны, это нормально. Они могут сколько угодно себе долг делать, потому что они печатают деньги со всего мира. Они не только собирают деньги, они еще и печатают эти деньги, на которые оплачивается свой внутренний долг. Запущат глобальный лоходром, за счет которого живет одна страна в мире, которая потребляет всю энергию, за счет, из-за которой происходит там 60% экологических проблем в мире и так далее и тому подобное. Это не совсем так. А есть проблема вот с глобальной сбилойности? Китай добавляет своего... А куда они девают продукцию произведенную? Вообще, как появилось вообще все эти предприятия? Не американцы ли там открыли свои филиалы, которые производят бренды известные, американские, которые вывели? Мы можем сделать отдельную передачу, поспорить по поводу Америки и Китая, только как это связано с экономикой Беларуси? Как связано с тем, что один человек берет деньги, А я могу сказать, психологически, беларусы могут брать любые долги у всех и жить в свое удовольствие. Потому что долги, как американцы, это можно брать до бесконечности любые суммы, без зазрения совести, без раздумий о будущем, об экологии, просто плевать на окружающих жить в свое удовольствие, как это делает Америка. А почему маленькая Беларусь не может изменить свое сознание настолько, что может жить таким же образом? Это капиталистический мир. Если дают деньги, то почему не позволить себе жить? Американцев большинство вообще в кредит живет всю жизнь. Берет эти кредиты, как бы не задумываясь. А беларусь какой-то, не знаю, чтобы построить какой-то курятник, он боится взять там лишних две-три тысячи долларов. Деньги ниоткуда не берутся, никуда не деваются. один человек в Беларуси? А в США сколько это решает? Пять-семь процентов? Ну, я тебе для примера могу тут же Калифорнию привести, где были большие проблемы с экологией в конце 80-х, там Лос-Анджелес в Смоге задыхался, они ввели экологические законы, сейчас чистый воздух везде, только леса горят периодически, это единственное, что тут загрязняется, то есть от каждого штата зависит, это разные, это знаешь, это вот издалека кажется, что тут демократы и республиканцы только все решают, тут управление на уровне штата, на уровне каунти, это что, как графство, наверное, можно перевести, на уровне, блин, каждой деревни, тут даже налоги от города к городу отличаются, потому что тут разное. в Беларуси именно создание этой иллюзии, что люди могут чем-то управлять, что-то менять, и это создание этой иллюзии, поэтому нужны вот эти органы самоуправления, и мы возвращаемся к тому, что я сегодня три раза уже сказал, это диалог в виде этих органов, людям нужна иллюзия, людям надо собраться и выговориться, разойтись по домам и дальше вкалывать на систему, которая их будет дальше собирать налоги и делать, что хочет. Это очень важно. То есть вот ты, вот у нас глобальное различие, то есть видите, Стефаныч считает, что в Беларуси Лукашенко если останется, то оно будет так же. Ну как оно, я тоже понимаю, как действуют системы в Беларуси, но я уверен, что он дальше не может собирать эти деньги и распространять. Он не может, она финансово больше не будет работать дальше, это пирамида, которая сейчас будет падать. Проблема в том, что те люди, которые, мы возвращаемся к марксистскому подходу вот сто сотый раз, есть старые отношения, которые были, и есть новые производственные силы, они находятся в конфликте. И эту ситуацию нужно изменить. И изменить, сделать еще иллюзию общественного диалога. Две вещи элементарные, но для этого нужен интеллект и нужно желание. Ни первого, ни второго, к сожалению, мы не видим. Пока, надеюсь, мы это увидим и тогда, возможно, это повлияет на ситуацию. Хотя, чем дальше, тем я меньше вижу возможности, к сожалению, для этого. Многие люди просто отсюда сваливают, выводят капитал и уезжают. Это надо останавливать, причем не репрессивными, да. Не репрессивными методами это надо делать, а договариваться с людьми. А для этого нужно иметь какие-то предложения, серьезно. Надеюсь, они появятся, но это тоже, это очень иллюзорная такая мысль, иллюзорное желание, что это появится. А пока что я вижу, что здесь достаточно опасно становится, вот и все. В связи с этим я бы хотел, чтобы вы в комментариях по вашему мнению, кто из нас двоих прав написали, и мне кажется, еще важно отметить, чтобы вы свой возраст тоже написали, это тоже важно. Я так понимаю, что, Стефаныч, ты, наверное, явно научный коммунизм сдавал, когда учил, или уже все, или не успел? Успел один раз сдать, но как бы это называлось основы, марксизма-ленинизма, да? А еще был хитрый предмет, он назывался основой материалистической философии, кажется. Но он на самом деле тоже, по сути, вообще зиждился на марксистских идеях ленинских, скажу честно. То есть там сказали, что его модернизировать, какой-то 91-й год был, сказали, что нам будут по-новому преподавать, но я как бы учебники 91-го, 87-го, 86-го не нашел, а потом преподаватель сдавал, а потом нашел книжку, какая-то была запыленная, лежала у моего папы там 61-го года, открыл, и там оказалось все тоже. То есть на самом деле люди очень медленно перестраиваются, да, и по сути я сдавал все то же самое. То есть то, что сдавали, был такой институт марксизма-ленинизма, да, и там учились разные люди, такие были курсы, куда люди ходили, получали всяческие знания, да, типа дополнительные. Причем большинство людей не хотели туда ходить, это было еще во времена СССР, но таким образом типа люди должны были образовываться, получать какую-то необходимую идеологическую информацию, хотя всем было совершенно пофиг. Хотя были вот люди, которые действительно интересовались и могли что-то оттуда подчеркнуть цены, но таких людей было очень мало, процентов 5-7 реально, которые было интересно. вот у нас по сути с тобой курсы такие. Мы сегодня кстати еще все думают смотрят, думают ну да, слушай, в этом и прикол, что разные эти, мы еще не обсудили этот смешной перехват переговоров между Польшей и Берлином, но это знаете, это творчество душевно больных, это не знаю, это нету смысла даже, честно говоря, уже все поржали просто не, ну да, это уже, да, это уже как бы вот как и про шпиль, да, это хиты какие-то, они уже как бы, ну слушайте, заезженные песни, вот пока они не сильно надоели, может мы к этому вернемся там через два года, через полтора, через пять месяцев, когда это перестанет быть хитом, да, и все мы уже как бы всем порядком подзабудут, а мы такие бац, ему поставили, всем стало на душе приятно, легко, от того, что мы вернулись к старым, вот, и все ностальгии слизу с Махтурой, закончим новостями культуры, Михаилу Ефремову дали восемь лет общей колонии, я, я рад, ты как? Нет, я ему сочувствую, я сочувствую человеку, который погиб, это один из таких старых сибирских рокеров, который еще с Летовым играл, вот он написал в своем фейсбуке, он тут где-то в друзьях, у меня там и так далее, он задал вопрос, а вот почему Ефремов, оказывается, у него был дом в Латвии, да, очень хороший, на берегу Балтийского моря, почему он вообще туда не свалил, не убежал, он на самом деле ждал этого наказания, он честно пошел на суд, он никуда не скрывался, он не убегал, и он получил наказание достаточно жестокое, безусловно, тут власть поднакинула, вспомнила гражданина и поэта, и многое, многое другое, я только могу пожелать, чтобы у человека хватило мужества и главное здоровья, он пожилой человек, пенсионер, мне жалко и безусловно погибшего человека, его семью, и жалко старого, больного, раздавленного морально Ефремова, тут нет ничего нехорошего, тут только можно выразить всем сочувствия, всем сторонам. Спасибо, что дослушали, досмотрели нас до конца, мы читаем все ваши комментарии, которые вы нам пишите, как всегда, много несогласных с нами, это так здорово, это очень хорошо, это так здорово, мы поэтому и создаем это вообще шоу, иначе дальше не было бы смысла, если бы вы были согласны. Да, поддакивание вот это вот все, зачем? Тут спрашивают, чем занимается Стефаныч, ну вы же видите, он со мной общается, собственно, это его основная деятельность, как и моя, в общем-то, то есть мы больше ничего, просто вы видите час, а на самом деле мы целую неделю трендим друг с дружкой, и потом избранные моменты выкладываем. Вот человек пишет, я вас смотрю для того, чтобы пару месяцев спустя написать, ага, я же говорил, ну, типа, про события в Беларуси, что мы не правы, а вот все будет хорошо на самом деле. Чудесно, я только за то, чтобы было очень хорошо, даже не просто хорошо, а прекрасно. Хотелось бы просто успокоиться, заниматься какими-то другими вещами, обсуждать, главное, другие темы. Я всегда хочу подбить Альбертовича, обсудить хоть что-то другое, но он более ангажирован, более задействован в события Беларуси, дежилья, при том, что он находится в чудесном солнечном Сан-Франциско, а я в дождливом и уже немножко даже холодном Минске. Всем тепла, здоровья, всего наилучшего. Пока. Бывайте здоровы, живите богато. Всем пока. Альбертович и Стефаныч клевещут. Ха-ха-ха.